Приветствую всех на канале Програмфикс у микрофона Нетли, и в этом видео я хотел бы показать вам, как сделать анимацию 3D камеры в Adobe After Effects. Погнали! Первым делом мы собираемся добавить маркеры, а также переместить ползунок на временной шкале. В любой момент времени вы можете нажать на данную опцию и появится маркер, который поможет понять, где будут появляться текста и изображения, которые вы хотите добавить. Не забудьте вставлять текст рядом с поставленным ранее соответствующим ему маркеру. Далее мы добавляем текст для каждого маркера, обрезая его в нужном месте и временно отключаем его, чтобы он нам не мешал. Вы можете настроить свой текст так, чтобы он выглядел лучше, добавив к нему свечение или анимацию или плагины из этих видео. После этого мы выбираем все слои, кроме звука, и активируем 3D режим, нажав на данную иконку. Следующим шагом мы добавляем камеру, выбрав стандартный пресет 24 мм и нажимаем ОК. Далее создаем нулевой объект, который переводим в 3D пространство, привязываем к нашей камере при помощи данной иконки. Зажимаем ее и перетягиваем ее на нулевой объект. После чего, нажав на слои нулевого объекта в клавишу P, Position, вы можете управлять положением камеры, перемещая 0. Наконец, добавьте фоновый слой или изображение, чтобы завершить ваш эффект 3D. Это только начало, и вы можете экспериментировать с различными эффектами и настройками, такими как Particular и так далее, чтобы создать уникальный и интересный эффект 3D в Adobe After Effects. Затем мы активируем отображение для первого текста, неизменяемого. Для удобства мы используем два вида отображения в рабочем пространстве. Это активная камера, и второй может быть любой какой вам удобен. Сбоку, сверху, снизу, вы можете использовать кастомную камеру, используя инструменты камеры. Далее мы выделяем текст и помещаем его в нужное вам место. В моем случае он будет хорошо смотреться здесь. Играемся с позицией кадра. Изменяя первое значение, мы двигаем картинку влево или вправо. Изменяя второе значение, вверх или вниз. А третье значение отвечает у нас за передвижение по позиции Z, то есть вперед и назад. Тот самый эффект 3D, который нам нужен. Настраиваем изображение под таким углом, который мы хотим. После этого выставляем ключи для анимации позиции. И анимируем их, любым удобным способом. Я же буду пользоваться плагином Flow, версии 2.0. Который можно найти в нашем телеграм-канале. И не только его. Помимо этого, вы найдете там полностью рабочий AtomX, Motion Bro, Magic Bullet Looks, Trapcode Suite, Немного моей жизни и многое другое. Вы можете найти в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. Нас уже 2000, и это только начало. Уже какая минута в видео? А ты до сих пор не подписан. Пора это исправить. А мы продолжим. После того, как мы довольны получившимся результатом, мы создаем новый 0-объект. И активируем для него 3D-режим. Затем привязываем старый 0-объект к новому. И повторяем все те же самые действия, что и в первом кадре. Мы также можем трансформировать не только 0 с камерой, но и слой с текстом, изменяя его размер и позицию. Ну и продолжаем делать все то же самое с остальным текстом. Когда мы закончили работу со всем текстом, мы можем добавить анимацию к нему. Для этого можно использовать стандартные инструменты After Effects. Либо же воспользоваться плагинами и скриптами, такими как Animation Composer, о которых я рассказывал в своих предыдущих видео на канале. Если у вас возникнут проблемы с тем, что, например, ваши изображения могут неожиданно обрезаться, вы можете исправить их, используя различные решения. Например, такое, как увеличение размера изображения. В общем и в целом, это был краткий обзор того, как создать эффект 3D камеры в After Effects. Надеюсь, это видео поможет вам создать свой собственный эдит и сделать его еще лучше. Ну а я надеюсь, что данное видео вам понравилось, и вы, конечно же, поставите лайк. Подпишитесь на канал, не забудьте поражать колокольчик и оставить свой незабываемый комментарий, который я обязательно прочитаю. Прошу прощения за долгое отсутствие, но то были свои причины, и немаловажное это апгрейд ПК, о котором я хочу сделать видео. Но сомневаюсь, что оно вам зайдет. Так что напиши в комментариях, хочешь ли ты видос про мой компьютер. Ну а на этом все. Я не прощаюсь. Всем удачи.